Так, ну что же, движемся дальше к новостям. Это мне. Какое-то странное письмо. Здесь какой-то белый порошок. Интересно, что же это, возможно, я прислал мне кто-то из недоброжелателей, или это, возможно, какая-то угроза. Рядом со мной неожиданно возник Алексей Камынин. Давай, я посмотрю. Лёша, может быть, ты знаешь, что в этом конверте? Да, да, да. Такими же вопросами, что это, мучаются и задаются сейчас члены, Конгресса США, которым приходят точно такие же конверты с подозрительным порошком внутри. Одно из таких писем пришло в офис, по сути, третьего лица в государстве. После президента и вице-президента его получил спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Хотя ни в одном из полученных писем не было обнаружено вредных веществ, ясно, что человек, который их рассылает, настроен решительно. И потенциальная опасность остается вполне реальной, говорят в Конгрессе. Первые конверты с подозрительным белым порошком стали приходить в среду. Анализ этой субстанции показал, что она безвредна. Но что это до сих пор загадка? Такие же конверты были разосланы нескольким новостным организациям. Полиция призвала проявлять бдительность вообще всех сотрудников аппаратов законодателей и тех, кому такие письма приходили. Ведь одновременно с конвертами от неизвестного пришли записки, автор которых угрожает разослать новые конверты с порошком всем членам Сената, предупредив, что в некоторых из них будет находиться смертоносный патоген. В своих письмах злоумышленник призывает законодателей положить конец засилью корпоративных денег и лоббизма в американской политике. Судя по всему, он симпатизирует участникам движения «Окуперы Уолл-Стрит». Но у тебя в конверте, Никит, скорее всего лишь сахар. Можешь не волноваться. Вот попробуй, чтобы ты убедился. Это был Алексей Камынин, который рассказывал о безвредном белом порошке, который рассылают государственным чиновникам в Соединенных Штатах Америки.